Всем привет! Меня зовут Максим Лосев. Я представляю харьковский хакерспейс 15 на 4 Харьков, Editive Lab, DIY Hub и IoT Hub Kiev. Вот сегодня будет лекция, посвященная приемным устройствам, радиоастрономии и вообще технологиям, связанным с космосом. Так, все мы привыкли, что радиоприемники или же приемные устройства выглядят примерно каким-то таким образом. То есть это коробки, в которых есть динамик, там есть кнопки, крутилки и всевозможные подобные органы управления. Так вот, примерно в 2011 году люди из радиолюбительского сообщества написали новые драйвера под самые обыкновенные китайские TV-тюнеры, которые превратили их в совершенно иной класс устройств. То есть они превратили их в панорамные приемники или же в спектральные процессоры. То есть вот такая штука, похожая на флешку, стоимостью около 8 долларов, позволила людям, которые интересуются вообще в целом всевозможной радиолюбительской тематикой, космосом и вообще реверс инжинирингом, в том числе всяких беспроводных протоколов, займите устройство реально за копейки, при помощи которого можно сделать вообще кучу вещей. Вот. Чуть-чуть позже появились уже более серьезные коммерческие устройства, типа таких. Ну, на самом деле, как бы это с виду просто плата, и она приведена для примера. Вот дальше часть работ, которые там будут представлены, были сделаны именно на этой плате. Она стоит что-то там в районе сотни долларов и позволяет уже делать реальную науку. Вот. И чуть-чуть позже появились устройства, которые имеют на своем борту FPGA-матрицу. Это такую большую микросхему, которая представляет собой набор логических вентилей, которые можно там, ну, динамически перепрограммировать, и которые позволяют обрабатывать большое количество аналоговых данных. И, собственно, уже на выходе давать сразу готовый результат. Вот. То есть, ну, опять же, благодаря прогрессу такие матрицы стали достаточно доступными. И, например, если раньше устройство на основе такой матрицы стоило, ну, там, тысячи долларов, то сейчас, как бы, такое устройство уже можно в районе, там, двух с половиной, трех сотен займите и уже, собственно, на нем делать широкополосные системы. Вот. Так, минутку. На этой картинке представлена такая коробочка, как Кубсат. То есть, что такое Кубсат? Это малогабаритный спутник. Вот. Это его реальный макет. То есть, спутники вот такого размера сейчас очень широко используются. Их запускают практически все уважающие себя учебные заведения по всему миру. Ну, такие, как даже школы, просто университеты. Собственно, КПИ тоже запустил несколько таких космических аппаратов. Вот. Ну, то есть, два. Они используются для, в основном, отработки всевозможных технологий и обработки, ну, там, судовой навигации, там, или чего-то такого. Собственно, благодаря вот этим вот устройствам, которые были представлены чуть раньше приемником, любой человек, имея такую штуку, может присоединиться к исследованиям и принимать, допустим, с таких космических аппаратов данные, декодировать их, отправлять той организации, которая запустила эти космические аппараты, и, собственно, вот так просто принимать участие в реальных космических исследованиях. То есть, ну, например, как это работает? Такие космические аппараты запускаются, как правило, в довесок. То есть, если на раке спускается какой-то большой, там, погодный или, там, ретрансляционный спутник, то, как правило, остается там какой-то запас веса, ну, там, килограмм 50, можно еще, как бы, доложить и запустить что-нибудь. Существуют стандартизированные картриджи, куда такие космические аппараты, собственно, помещаются, и уже после выведения основного спутника они просто выбрасываются из этого картриджа, как бы, на пружине, ну, и летят, в общем, куда их направили. На основе таких аппаратов сейчас, например, КПИ делает исследование по поводу атомарного кислорода. Ну, в общем, это газ, который очень сильно влияет на сохранность корпусов космических аппаратов на низких орбитах. То есть, по сути, этот газ, ну, стирает корпуса, и сейчас вот ведутся актуальные исследования при помощи вот этих малых дешевых аппаратов, ну, по поводу этого газа. Вот. Ну, так же, как я уже обмолвился, на таких аппаратах делается судовая навигация, и есть концепция, она вроде как сейчас начинает реализовываться, такая как Аутернет, то есть это бесплатный интернет для всех, при помощи вот таких же маленьких космических аппаратов планируется осуществить покрытие, ну, на территории всей планеты, ну, собственно, бесплатным Wi-Fi, или же, как минимум, чем-то вроде такой сети, когда можно, имея просто какой-нибудь приемник простой, дешевый, получать информацию из всевозможных каналах, типа образовательных, там, новостных и так далее. Вот. Здесь на картинке, на которой почти ничего не видно, представлен пример декодирования информации с такого спутника малого размера, это Firebird, вот, здесь, ну, в общем, где-то здесь на спектре отображается пакет, то есть вот это интерфейс самой программы, которая работает с приемником, ну, она раньше была, как бы, open source, можно было ее самостоятельно переделать, сейчас она, ну, просто бесплатная. Но суть в том, что, как бы, имея приемник и бесплатную программу, имея вот такой, так называемый, модем, то есть программу, можно уже получить, вот, собственно, информацию именно со спутника. Здесь показан пример декодирования телеметрического пакета, то есть на спектре там, на самом деле, есть две красных черточки, которые просто нам вот этой программой превращаются в звук, ну, как, собственно, звук любой радиостанции, только цифровое обещание, оно, как бы, на слух, типа, пш-пш-пш, вот, и каждый пш-пш дает вот такую строчку данных. Здесь вначале, как бы, можно посмотреть, здесь есть тип пакета, название космического аппарата, данные, там, ну, и так далее. А дальше шестнадцатеричная строка, которую можно засунуть в приложение декодеры и уже получить информацию о текущей, там, системе, ну, о текущем состоянии системы, там, бортового питания, от магнитометров, ну, состояние, там, солнечных батарей и так далее. Вот температуры. На этой картинке представлен большой такой космический аппарат. Это NOA-19, погодный спутник. Сейчас их действующих есть на орбите три. Вот. Они постоянно вещают мультиспектральное изображение. То есть, что-то вроде фотографии, что-то вроде фотографии той поверхности, над которой они летят. На этом слайде представлена спектрограмма прохода такого спутника. То есть, у нас внизу прошлое время, вверху настоящее. Ну, соответственно, здесь вот такая S-образная полоса. Это эффект Доплера. Точно так же можно проследить. То есть, спутник, заходя к нам из-за горизонта, имеет слабый сигнал. Потом, когда он заходит в зенит, сигнал становится максимальным. То есть, вот именно здесь точка зенита находится. А дальше он от нас убегает, частота смещается. И, соответственно, уровень сигнала падает. На этом изображении представлена, собственно, картинка, которую передает этот космический аппарат. То есть, она уже обработана при помощи, опять же, бесплатной программы. Здесь, что мы видим? Точно так же вот спутник наш заходит из-за горизонта. Сигнал слабый, слабый, слабый. Потом, находясь в зените, сигнал уже достаточно хороший. Ну, потом сигнал ухудшается. Вот этот желтый крестик, который плохо видно, это точка наблюдения. Здесь непосредственно мультиспектральное изображение наложено на карту. То есть, сделана привязка по координатам. Вот. Если бы мы двигались, например, под этим спутником постоянно, ну, летели бы на каком-нибудь достаточно быстром самолете и принимали изображение, то у нас, по сути, был бы такой бесконечно длинный джипех. То есть, этот космический аппарат делает снимок высотой в один пиксель, ну, шириной там сколько-то там тысяч. И получается, передает он бесконечно. Пиксель за пикселем. И таким образом у нас получается очень длинная лента. То есть, вот это изображение вообще было принято на этот самый дешевый приемник, на обычную телевизионную антенну, установленную на крыше. То есть, каждый космический аппарат пролетает над радиогоризонтом, то есть, над точкой наблюдения три раза в сутки. И спутника сейчас действует три, то можно получить примерно девять изображений, девять изображений в сутки над, как бы, определенной точкой. Такие даже сервисы есть в интернете, где можно зайти и, как бы, бесплатно посмотреть на эти изображения, если самому там лень этим заниматься. Вот. Дальше. Здесь представлен спектр отражения слоев ионосферы. Тут, на самом деле, тоже очень плохо видно. Попробую объяснить на словах. Здесь именно представлена научная работа большого центра, который занимается исследованием ионосферы. Эта станция находится в Америке. Она имеет достаточно большую такую параболическую тарелку. Ну, в принципе, как все себе представляют. Которая излучает достаточно мощный сигнал в широкой полосе. Внизу у нас на графике частота, собственно, 0 МГц. Здесь 35 МГц. Вверх у нас идет высота. Ну и, собственно, что мы видим? Так как сигнал излучается широкополосный, на определенных частотах ионосфера имеет слои, от которых отражается радиосигнал. То есть ионосфера, она постоянно меняет свою структуру. Ну, и получается, в тех областях, где сигнал отразился, у нас получается вот такое пятно. На самом деле, на изображении тут этих слоев больше. Это напоминает, скорее, какой-то торт. То есть ионосфера, на самом деле, достаточно подвижная, многослойная структура, состояние которой зависит от огромного количества всевозможных факторов. Это и от состояния, как бы, солнца, от состояния воздушных масс, ну и вплоть даже запуски ракет, какие-нибудь лесные пожары. Все оставляет на ионосфере свой след. Поэтому, как бы, ионосферные наблюдения считаются достаточно актуальными. И в этой области тоже ведется достаточно большое количество всевозможных работ. То есть здесь использовано уже совершенно другое оборудование. Но, тем не менее, подобные исследования тоже можно проводить на достаточно дешевых приемниках. Не использовать даже какой-то, ну не использовать свой сигнал, отраженный от ионосферы. Можно использовать какую-нибудь просто даже радиостанцию, которая вещает, но ее сигнал отражается, приходит к нам из-за горизонта. И, собственно, по этому отражению можно проводить исследование. Так, на этом изображении ничего не видно, поэтому есть это. Здесь представлено одно из антенных полей, а их три, вот второе. Это радиотелескоп УТР-2, он находится под Харьковом. УТР это украинский Т-образный радиотелескоп 2, это второй. Вот первый был поменьше. Вот, каждое такое антенное поле, ну вот оно уходит туда, там, достаточно далеко в лес, оно примерно длиной 1 километр. Вот, таких поля три, расположены они буквой Т. Вот, вот таких антенн, это, ну, диполи, они же вибраторы, вот, там 2040 штук. На этом радиотелескопе проводятся достаточно серьезные космические наблюдения, собственно, с 60-х годов, ну, на нем сделано достаточно большое количество открытий, и сейчас ведутся, собственно, передовые исследования, можно сказать, совместно с европейскими программами изучения всевозможных космических явлений, в том числе и с НАСА по проекту Джуна. Дальше, так, дальше. Ага. На этом изображении представлен спектр, который впервые удалось мне получить именно на этом радиотелескопе, но без применения их дорогостоящих приемников, а при помощи приемника за 8 долларов. То есть, на этом, на этом спектре, что мы можем увидеть? Вот, вот эти горизонтальные полосы, ну, и таких три ярких, вот, это радиозлучение солнечных вспышек. Вот, все, что вертикально, это самые обыкновенные радиостанции. То есть, если бы мы, например, где-нибудь за городом просто слушали радиоприемник на коротких волнах, и во время вещания станции был бы какой-нибудь такой пшшш, то, возможно, это был бы след, ну, достаточно сильной вспышки, которая пришла к нам с солнца. Здесь диапазон частот где-то в районе 27 МГц. Ширина полосы здесь всего 2,5 МГц, ну, 2,4 МГц. Поэтому на таком масштабе достаточно хорошо видны, собственно, радиостанции. Вот эти радиостанции, то есть, полосочка такая мохнатая, это вещательная станция, по которой просто музыка транслируется, вот такая, допустим, широкая полоса. Это радиомодем, по которым просто какие-нибудь данные гонятся, ну, и так далее. На самом деле, если это рассматривать на компьютере, там, с более высоким разрешением, можно найти еще что-нибудь интересное. На этом спектре представлен фрагмент бури на Юпитере. Собственно, есть такое явление, как радиобуря, которое является следствием взаимодействия Юпитера со своим спутником Ио. То есть, спутник вращается в магнитосфере Юпитера, то есть, достаточно близко к нему подлетает. Он, как бы, электризуется, ну, если очень грубо сказать об него. А потом, как бы, когда он удаляется, то есть, вот эти электрические связи рвутся, и высвобождается достаточно большое количество энергии, в том числе и в коротковолновом радиодиапазоне. То есть, на самом деле, радиоастрономы спектры немножко не так выглядят, ну, видят в смысле, но, тем не менее, они по спектрам тоже визуально могут определить, какое явление там происходит. То есть, разные, скажем так, фазы радиобуря, они порождены, соответственно, разными явлениями, то есть, там, синхротронным излучением, еще там всевозможным. Ну, и, собственно, вот это все видно, как бы, на спектрах. Ну, и здесь, также на спектре видны вот такие красные полосочки. Это тоже вещательные станции, то есть, на радиотелескопе мы видим и обычные радиостанции, и, как бы, поверх них вот такие радиовсплески. Здесь представлен тот же радиоспектр бури этой зимой в феврале. Собственно, это была достаточно сильная буря. Мы ее наблюдали, опять же, по проекту с Джуна. Это космический аппарат НАСА, который вращается вокруг Юпитера. И, собственно, делать достаточно большое количество исследований. Ну, как бы, для чего нужен наш радиотелескоп в этом проекте? Потому что коротковолновое излучение, оно имеет достаточно большую длину волны, а чем больше длина волна, тем нам нужна более крупнокабаритная антенна. Вот. И для того, чтобы подтвердить те данные, которые получил аппарат Джуна, нам нужно провести одновременно те же самые замеры, тот же самый прием, но на более, как бы, крупных антеннах, собственно, на Земле. А потом эти, как бы, результаты сравнить, ну и чтобы, скажем так, получить более высокую точность. Здесь видно, что вот эти красные области, это области достаточно высокой интенсивности. И эта радиобуря была, ну, значительно более, как бы, активной, чем так, которые я предыдущую показывал. Ну, в общем, в конце презентации там будет еще видеоролик, я надеюсь, он запустится. Вот. И там будет этот фрагмент радиобуря, скажем так, динамически включен, то есть файл проиграет его, как это мы видели на радиотелескопе. Здесь, кстати, использовался приемный чуть подороже. Он имеет полосу обзора 10 мегерц, ну, там, динамический диапазон что-то в районе 60 дБ. Это значительно ниже, чем современное оборудование, которое используется на радиотелескопах. Но, тем не менее, даже такое оборудование позволяет уже посмотреть, принять и даже как-то обработать вот такие сигналы из космоса. Дальше. Это излучение крабовидной туманности. Оно этим излучением тоже занимается на радиотелескопе ОТР-2. Оно, в общем-то, шумоподобное. То есть визуально и на слух оно не отличается от любого другого шума, но, скажем так, имеют всевозможные такие неоднородности. Эти неоднородности вызваны, скажем так, взаимодействием излучения с нашей ионосферой, которая может как зеркало отразить или наоборот добавить, ну, то есть сфокусировать, нет, не сфокусировать, а как бы отразить фрагмент на антенну. Вот. И вот на другом, на другом, на другом слайде будет лучше видно такие явления. Это излучение кассиопеи, собственно, это у нас не заходящий источник, на который можно настроиться практически в любое время суток. Так вот, вот эти полосы, это как раз явления, которые порождены на пути исследования этого излучения к нам, собственно, к антенне. Вот. Есть межзвездные мерцания, есть ионосферные мерцания, то есть ионосфера в данном случае как бы добавила нам плотности сигнала на площадь антенны, но могла как бы и наоборот просто стать либо непрозрачной, либо отражать наш космический сигнал, ну, не в область зрения как бы луча радиотелескопа. Также, допустим, межзвездные мерцания, ну, в общем, явления космического характера, которые там находятся на пути исследования сигнала, они могут либо увеличить плотность сигнала, либо уменьшить. Вот на этом снимке это, ну, я бы сказал, что хорошо видно, но видно кое-как. Так, это аномальные импульсы пульсара B08-09 плюс 74. Это вот такие вот черточки, едва заметные. Собственно, что характерно? Импульсы пульсаров на коротких волнах, они находятся фактически под шумом. То есть они, их обычно нельзя просто так увидеть на спектре или услышать, тем более ушами. Пульсары можно услышать уже там скорее в УКВ-диапазоне и на каком-нибудь там телескопе типа Ари-Сиба. Вот это будет такое типа, ну, цоканье. Вот импульсы пульсаров, они приходят к нам с достаточно большой точностью. И, собственно, несложно предугадать, в какой момент будет следующий импульс. Как на этом радиотелескопе регистрируются, собственно, пульсары. Делается это методом накопления. То есть достаточно длительное время, ну, несколько часов или же там суток пишется файл потом. Этот файл как бы режется на куски, эти куски накладываются один на один. И там, где есть у нас сигнал, он как бы выделяется, а шум он как бы не имеет особых как бы однородностей. И как бы из шума можно вытащить. Ну, так вот, здесь аномальные импульсы. Что они из собой представляют? На самом деле пульсар не делал никаких импульсов лучше или хуже, чем там предыдущие. Просто на пути следования этих радиоимпульсов возникло какое-то явление. Скорее всего, это явление было гравитационной линзой, которая просто сфокусировала радиоизлучение в более узкий пучок с большой площади. И благодаря этому на наш участок антенны пришла более высокая плотность сигнала. Кстати, у радиоастрономов есть такая несистемная единица измерения плотности сигнала на площадь антенны. Называется Янске. То есть они в Янске меряют плотность сигнала. На этом снимке еще что характерно, импульсы пульсара сформировали такой вот рисунок типа диеза со станциями ионосферного зондирования. То есть это станции, которые постоянно излучают какой-нибудь сигнал, он типа несущий, типа просто песчание. И постоянно меняют его по частоте. Таким образом можно определить частоту, на которой ионосфера имеет наибольший коэффициент отражения, чтобы заслать подальше наш сигнал за горизонт. То есть определить наиболее удобную трассу прохождения сигнала. Ну то есть чтобы сделать максимально дальнюю связь. Здесь как бы тоже должны быть аномальные импульсы пульсара, но их не видно. Вот здесь представлен сайт, на котором можно ознакомиться с онлайн широкополосными радиоприемниками. WebSDR.org, там их достаточно много. От нуля килогерц до десятков гигагерц можно найти кучу приемников, потыкать, послушать, посмотреть спектры в широком диапазоне. Даже не покупая себе такого оборудования, ну в общем-то позаниматься такими вещами. Ну дальше нужно включить видеоролик и в целом это конец, я жду вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует... Я занимаюсь скорее практическим использованием именно дешевых, достаточно доступных приемных устройств вообще в широкой практике. То есть например на таких 8-долларовых приемниках можно сделать радиоинтерферометр, при помощи которого на частоте 1420 мегерц это частота излучения атомарного водорода. То есть при помощи такого приемника усилителей пары телевизионных антенн можно принять излучение водорода из рукавов нашей галактики. Ну типа у себя там во дворе на даче. И у меня последний вопрос. А инопланетян вы уже вышли или не молчат? Ну обязательно отвечать на этот вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.